Стадион Шинник принял сегодня более тысячи человек. Участники Спартакиады Союза Городов Центра и Северо-Запада России три дня будут бороться за звание лучших восьми видах спорта. Алена Лисенкова работала на открытии. 16 городов и более тысячи спортсменов. В столице Золотого Кольца прошло торжественное открытие Спартакиады Союза Городов Центра и Северо-Запада. Ярославль в четвертый раз принимает легкоатлетов на своей земле. Как и положено, встретил гостеприимно, хлебом и солью. Мэр Владимир Слепцов официально объявил об открытии соревнований. Сегодня хорошая погода. Я надеюсь, что все дни, когда будет проходить Спартакиада, будут солнечные, хорошие, теплые. И настроение у вас будет тоже радостное, хорошее. А самое главное, вы все будете настроены на победу. На праздники зрителям представили все 16 городов-участников. С концертными номерами выступили юные спортсмены. Для спортсменов очень здорово, что они пробуют надеть на себя, как говорится, форму сборной. То есть многие занимаются в хороших школах, достигают высоких результатов. Но здесь немножко другое. Ты выступаешь за сборную города. В программу Спартакиады включены состязания по восьми видам спорта. Баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, самбо, шахматы и пулевая стрельба. Сегодня определились первые победители. В легкоатлетическом манеже прошли бои по самбо. Лучшие есть и в беге на дистанции 100 метров. Это возможность спортсменов наших городов встретиться, показать свои спортивные таланты, поставить рекорды, ну и просто пообщаться. Соревнования будут идти до 9 сентября. Всем победителям на церемонии закрытия Спартакиады вручат кубки, дипломы и переходящий Кубок Союза Городов Центр и Северо-Запада России. Алена Лисенкова, Константин Дмитриев, Новости города.